Приветствую вас и понимаете в чем загвоздка? Дело в том, что в начале отношений вы как бы позволили своему молодому человеку делать то, что вам не нравилось. Надеюсь на то, что в будущем он не будет так, ну, скажем, поступать. И, а сейчас, когда это произошло, когда это случилось, когда вы увидели, что молодой человек ни на что продолжает делать неприятные вам вещи, вы оказались в очень неизвестном положении. Потому что, с одной стороны, если вы сейчас начнете предъявлять претензии мужчине, чтобы он перестал это делать, то он вам резонно возрастит. Ну, а почему? Раньше я мог, а сейчас нет. Что из меня? Ты начала во мне сомневаться? Ты начала больше, как бы, пытаться меня контролировать? В общем, человек негативно воспримет то, что вы будете предъявлять ему такого рода претензии. И поэтому, давайте посмотрим на эту ситуацию не с той позиции, чтобы думать, как лучше донести ему, что вам не нравится. А с той позиции, что для мужчины, означает такое вот общение. Видите ли, 4 месяца срок не так очень большой, но, будем честны, не очень и маленький. И если общение молодого человека с такими девочками на этот срок не переносло в откровенный, например, флирт, а в откровенный обмен, там, нестовкими и так далее, то есть, кроме самого факта такого общения, мужчина больше никак не давал вам повода в себе сомневаться и ревновать, то, если вы этого человека любите, и если вы видите, что он любит вас, если в целом, в остальном, его отношение к вам вас устраивает, то, в этом случае, ну, не таки отношения сохранить. По крайней мере, не спешите с тем, чтобы их разрывать. Ну, побудьте вместе еще какое-то время. Посмотрите на то, будет ли он при ссорах общаться с девочками более тепло. Будет ли он при ссорах как-то сильнее уделять им внимание, чем в момент, когда у вас все будет хорошо. И если такая ситуация действительно будет происходить, то это означает, что молодой человек сохраняет для себя возможные пути отхода в случае, если с вами будет что-то не так. В этом случае, конечно, с человеком не стоит продолжать отношения, потому что вы совершенно правы, до измены там не так уж и далеко. Ну, и надежность такой мужчины тоже дает не очень большую. Но если молодой человек не дает повода вам ревновать объективно, если в процессе ссоры он не уделяет больше внимания девушкам, а просто общается с ними, ну, вот как у нас, по другим знакомым и все, то такова особенность человека. И если это общение невинно, если оно не является личным, если оно никак не задевает, не оскорбляет, не унижает вас, то думаю, что его следует принять. За неимением ничего обидного в нем, кроме самого факта. Но мириться с этим, однозначно, не стоит. Понятно, что мужчина, который общается с бывшими девушками, не вызывает доверия в плане семьи. И вы можете совсем спокойно сказать своему молодому человеку о том, что, понимаешь, вот, когда ты общаешься с девушками, я, например, не хочу с тобой семью. Если хочешь со мной жениться, пожалуйста, перестань с ними общаться. И это вполне ваше право так сказать. А в связи с тем, подумайте, что мужчина получает в общении с этими девушками. И вы стараетесь дать ему это. И если вы, дав ему это, увидите, что он все равно общается с девушками, то уже ваш выбор, как поступать. Тут вам надо получить свои желания. Если для вас это неприемлемо, то отношения стоит разрывать. Но если вы в душе понимаете, что ничего страшного в этом нет, то лучше оставить все, как есть. Дворяка ситуация в том, что, не зная мужчины, нельзя понять, как он относится к этому общению сам. Ведь общение может быть и безобидным, но оно тут же резко может перейти и во что-то более интимное. Поэтому решение здесь принимать только вам. Мы его за вас принять, естественно, не можем. Это было бы взятие ответственности за вашу жизнь нами, что не является профессиональным. Я думаю, лишь только, что вы должны слушать себя, свои желания, доверять им. И если вы чувствуете, что мужчине доверять нельзя, это ваше право, это ваш выбор. И если вам некомфортно, то его при наличии любви вас комфорт все же волнует. И если на такую просьбу о том, чтобы он перестал общаться с девушками, он отреагирует все-таки негативно, тогда означает, что ваш комфорт, причем комфорт довольно-таки оправданный, его не волнует. А это у него в свою очередь говорит о его отношении. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.